так собственно про fix это у нас 16 миллиметров fix 16 миллиметров и собственно с одной точки будет смотреть как они собственно у нас идут собственно поля где красное село до 16 или метров офигенный угол обзор и собственно сейчас посмотрим на них так собственно 16 миллиметров я встаю от камеры на расстоянии вытянутой руки вот вот все вот это вот чему сказать что трогаю передний линзоблок для блогов такое расстояние фокусное удобно то есть далеко от камеры ходить не надо хотя микрофон петличка вот внешний мне вот починили сам удивлен то что они его чинили получается 40 дней ну что ж а если от когда дайду в шаг сторону то или другую сторону то я просто провалюсь потому что это собственно поле где дофига снега ну собственно так вот она вот выглядит это у нас получается 16 миллиметров рублей вот этот оладышек 16 миллиметров тут солнце светит там уже скоро будет закат вот собственно как так все это смотрится и скот просить побыть штативом то рука не зависит сильно от руки того кто держит а сейчас поставим полтинничек так а сейчас вы видите карман моей куртки потому что я поставил полтинничек хоть он геометрически такой же как и в 16 метров но уже все мне требуется а сейчас начало диафрагму надо открыть мы снимаем на максимальных открытых диафрагмах открыли максимально диафрагма диафрагму вот сейчас у меня также как случае с 16 не трогаю переднюю элемент объектива но увы тут а тут мне надо уходить далеко-далеко далеко-предалеко далеко-предалеко сейчас попытаюсь максимально далеко отойти даже не знаю сколько мне далеко потребуется уходить ей тут еще и идти тяжело вот я даже не знаю в кадре я или не в кадре так вот так вот подвинуть оп-от ровно горизонт так так в кадре или не в кадре ну вот это я уже здесь сока тут но от меня до камеры ну где-то метров так сказать 34 будет точно я не могу не в шаг влево не шаг вправо за туши а тут же провалить снег получается как-то так и вот такое вот бакешка на заднем фоне а блин даже него лучше что ни влево ни вправо повернуться так камера камера повернись немножко вот в сторону да вот 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 так вот вот молодец камера у нас там стоит интеллектуальный штатив так собственно вот такой вот полтинник ну как сказать для блогинга где-то в открытом пространстве еще что-то подходит но опять же если в помещении то это сколько должно достаточно хорошее большое помещение но я не знаю как там развод задний фон лучше там должны быть быть какие-то всякие хреновина но тут мне в стороны не могу идти с кадра так я попытаюсь присесть они камера меня все равно видит и держит фокус на мне а еще проблем в том что там полметра снега собственно полтинник как он есть так а сейчас поставим еще один объективчик так сейчас поставил одну тяжелую бандуру под названием 8520 которые типа макро проблем его в том что он очень медленно перри фокусируется ну и собственно я ухожу от камеры еще дальше так тут вообще камера очень далеко получается где-то метров можешь 56 даже еще дальше но вот это 85 которая рф на и она медленно видео фокусируется но достаточно шустро фокусируется фото почему так хреново поймешь но блоги вести и тут надо иметь максимально быстрое удаленное управление ну я сейчас далеко собственно от камеры снять это тоже не получится интеллектуальный штатив там собственно так вот стоишь и только благодаря радио петличке можно что-то говорить а говорить провод ну провода не хватит ну как для блогинга такой объектив интересного последний бокешку какая там бокешка и как он меня ловит потому что честно я даже не знаю насколько там вот бокешная бокешка получается но его еще плюс то что он может как бы сказать по макрушничать но по макрушничать это достаточно хитрая тема сейчас пытаюсь фокусироваться а лучше сделать даже так бум и выкрутить его на максимальная макро ухухухухухухухухухухухух как долго крутится но в этом макро вылез хобот и собственно ну вот вы видите этот вот фиговину это макро у нас получается 05 возвращаем автофокус и но сфокусироваться правда при макрушничестве этого объектива до как его многих макро объективов называется говорят у него уменьшается диафрагма на самом деле по сути при фокусировке здесь увеличивается фокус на цену объектив еще меня вот в чем проблема переход с макро на не макро объектив долго меня ищет ну и давай я хочу появиться и ну а давай фокусируйся ну вот фокусируйся 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 вот видите вот с одной стороны прикол этого объектива что ну и долго ты хобот свой прятать то будешь а объектив великий хобот ну чё вот объектив великий хобот хобот выдвинул и чё о припрятал хобот и чё ну вот если вы заметили то при фокусировке на макро ну чё и где фокусировка то объектив вот действительно объектив не для каких-то таких видео или еще чего-то ой 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 я провалился так фокусируемся на какую бесконечность максимально понижаем хобот ну что хоботный объектив ну вот объектива есть встроенная стабилизация так и чё ну и и где я светофильный не да непонятно что короче надо его вернуть на бесконечность ну блин ё-моё не объектив а чудо техники теперь ребята включая фокус ну чё а теперь он меня опять увидел блин я опять провалился в снег короче как-то вот так вот этот объектив но возможно у него крутая бакешка шаг в сторону нельзя так немножко завалился нас интеллектуальный штатив вообще штатив я вообще выбрал с кадра так штатив не надо высоко поднимать немножко вот так и в сторону туда вот туда сторону в другую сторону во вот так вот так что как то так она выглядит вот такая вот прикол с этой 85-кой но и другой момент так как статив интеллектуальный у него есть у этого объектива стабилизация я не знаю как он стабилизирует дрожание рук интеллектуального статива но как то так она смотрится актере моя голова уехала ну собственно сейчас сделал несколько кадров но он собственно такое вот условное сравнение так можно сказать на этом объективе у нас по сути это моя такая первая светофильная 85 до этого все что светофильное у меня было куда меньшим фокусным расстоянием ну собственно как то так она все смотрится он там вот эти вот фиговины линия лэп сейчас попытаемся немножко наверно вот так возможно было задник размыт честно я даже не знаю как он был размыт темнеет темнеет ну так как объектив что-то сильно и со всего лишь 200 выдержка 1 6 400 1 640 у этого видео он там у нас закат красиво и с даже 100 ну что ж какой-то такой вот просто приблизительное мнение этих объективов для блогинга сэлфи блогинга удобнее кого-нибудь ну потому что например держать этот объектив на вытянутой руке 85-ку это будет вот какой-то вот такое вот только глаза это надо здесь переключить режим фокусировки ну не хочет мои глаза видеть о увидел вот такой вот экспресс даже сэлфи не назовешь тык макро при макро ну а стандартной фокусируется ему немножко сложновато хотя принудительно прижать букву клавишу то он фокусируется быстрее а вот в автоматически ну как то так это смотрится первый взгляд получается первый взгляд первое сравнение трех объективов ну и собственно по поводу баланса белого цвет снег синит bb будет наверно авто оставим как есть и я вы вижу что у нас там как так она смотрится ну что ж солнце скрылось за горизонтом получается по мнению фотоаппарата у нас сцена все равно перри экспонирована но мне кажется нет то что снег белый а раз снег белый ладно шутить про этого так мы по поводу стабилизации сейчас собственно держу одной рукой тык он у нас кустики какие-то и собственно выключаем стабилизацию также держу одной рукой но видно что рука начала дрожать то есть видео это стабилизация вполне удачно включил я ее она до включил тоже одной рукой держу но видно что картинка стала более стабильно как бы первый взгляд на пару таких объективов ну собственно дальше все будет больше про их сравнение вопроса где 35-ка у меня только еф поэтому сравнить ее с рф зоопарком фиксов но я лично не буду про уши ну что можно сказать о 39 35 к 20 это есть 35 к 20 и ссм правда которая сейчас стоит как чугунный мост да сейчас все стоит как чугунный мост даже полтинник рф ну что уж спасибо за внимание прикольно как смотрится